Техническое описание кода неисправности OBD2, настройка впускного коллектора IMT, клапан застрял закрытый ряд 2 Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, Audi, Chevrolet, GMS, Sprinter, Land Rover и т.д. Сохраненный код P206F означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил клапан настройки впускного коллектора IMT, который застрял закрытым для блока двигателя 2 Банк 2 относится к банке двигателя, которая не содержит цилиндр номер 1 Настройка впускного коллектора используется для ограничения и контроля всасываемого воздуха Когда он поступает в отдельные порты коллектора, IMT не только регулирует объем всасываемого воздуха, но и создает вихревое движение Эти два фактора способствуют более эффективному распылению топлива Каждый порт впускного коллектора снабжен металлической крышкой, мало чем отличается от дроссельной заслонки Один вал проходит от одного конца коллектора, на каждый ряд двигателей, к другому и через середину каждого порта Металлические клапаны прикреплены к валу, который будет поворачиваться, слегка, чтобы обеспечить открытие и закрытие клапанов Вал IMT приводится в действие PSM, в некоторых системах используется электронная система управления вакуумом приводов клапанов Другие системы используют электронный двигатель для управления движением закрылков PSM посылает соответствующий сигнал напряжения, и клапан IMT открывается и закрывает клапан И, до желаемой степени, PSM контролирует фактическое положение клапана, чтобы определить, работает ли система, как предполагалось Если PSM обнаруживает, что клапан IMT застрял закрытым, код P206F будет сохранен и загорится индикатор неисправности MIL, MIL освещение может потребовать многократных циклов зажигания с отказом Пример клапана настройки впускного коллектора IMT, какова серьезность этого кода неисправности Отказ системы IMT может отрицательно повлиять на эффективность использования топлива и, в редких случаях, может привести к втягиванию оборудования в камеру сгорания Условия, которые привели к сохранению кода P206F, должны быть исправлены как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода Симптомы кода неисправности P206F могут включать в себя, снижение эффективности использования топлива, снижение производительности двигателя, неудовлетворительные или богатые коды выхлопных газов Никаких симптомов может быть вообще, каковы некоторые из распространенных причин кода Причины для этого кода могут включать, связывание или ослабление заслона к IMT, дефектный исполнительный механизм IMT, клапан, утечка вакуума, разрыв или замыкание проводки или разъемов Неисправность PSM или ошибка программирования PSM Какие шаги по устранению неисправностей P206F? Для диагностики кода P206F потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник специальной диагностической информации автомобиля Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, СС и выставленные симптомы Если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля Чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать В этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз Если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем Схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов Шаг 1. Используйте свой источник диагностической информации автомобиля и DVOM для проверки напряжения, заземления и сигнальных цепей на соответствующем клапане IMT Шаг 2. Используйте DVOM для проверки соответствующего клапана IMT в соответствии со спецификациями производителя Компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров, следует рассматривать как дефектные Шаг 3. Если клапан IMT работает, используйте DVOM для проверки цепей входного и выходного сигнала от панели предохранителей и PSM Отключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования Неисправные клапаны, соединения и втулки IMT обычно лежат в основе кодов, связанных с IMT Субтитры создавал DimaTorzok